Have you ever felt? Are you listening? Мы сейчас идем к Мишке Степану, который живет у нас в соседнем поселке от города, и у него сегодня праздник. Каждую субботу апреля, в общем, у него день рождения, и мы ездим вот сюда, в это замечательное место. Здесь проходит как народное гуляние и праздник. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Девчонки, всем привет! Я уже сейчас снимала видео тест-драйв для вас, и сегодня мы встали очень рано. Как у нас папа ушел на работу, так мы встали. В общем, да, Кирилл сейчас смотрит мультики. Я пока снимала видео, и хочу сделать вот с этими гель-лаками от Селли Хэнсон маникюр. Что я скажу про них? Я в них, конечно, разочаровалась. У меня единственное, только первый раз он продержался 5 дней. Вообще, лаки на мне очень плохо держатся, я так обрадовалась 5 дней, пошла купила вот красный второй лак. Но, к сожалению, красный вообще плохо держится. Он 1-2 дня держится, но он мне настолько нравится, как красиво выглядит. Сейчас накрашу и покажу вам. Вот такой цвет получился. Сейчас подсохнет, и я буду наносить вот это базовое покрытие, которое наносится сверху. Мне очень нравится. Он такой темно-красный цвет. Там вообще, кстати, огромная палитра цветов именно вот у этих гелевых лаков. Поэтому, все-таки, не знаю, я бы еще купила один лак. Само верхнее покрытие дорогое, а лаки, они, в принципе, по разумной цене, 300 с чем-то рублей. Поэтому можно купить. Еще хотела вас спросить, девчонки, есть ли у вас такое, что вы что-то очень хотите из косметики. Да, возможно, это люкс, это что-то такое дорогое, что вы хотите очень безумно сильно, но вы себе этого не купите, а вот хотели бы, чтобы вам это подарили, или чтобы как-то вот вам это досталось. В общем, но сами себе не то, что жалеете купить, это ну что-то вроде того. У меня, кстати, много таких вещей, пожеланий, которые я бы хотела безумно. Я бы безумно обрадовалась, если бы мне подарили что-то из этого. Но сама я себе никогда-никогда не куплю. Даже если у меня будет, например, ну, к примеру, возьмем там, я не знаю, грубо говоря, лак от Диор, если у меня будет там полторы тысячи на лак от Диор, я не куплю этот лак Диор за полторы тысячи. В общем, вот такие вещи, на которые вы жалеете. Мне очень интересно, кстати, почитать будет, что это за вещи, что это за косметика или уход, или может быть это одежда. В общем, аксессуары какие-то очень интересные. Я могу сказать, что у меня одна из вещей, которая у меня на данный момент в хотелках, это масло для душа. Ой, как Кирилл у меня громко кричит. В общем, одна из хотелок это масло для душа полноразмерное миндальное от Локситан. Оно стоит больше тысячи, я не знаю, по-моему, даже я смотрела полторы или тысяча восемьсот. В общем, я безумно его хочу, но мне жалко на него денег. Вот. Это одно из вещей, но у меня таких много, поэтому очень интересно послушать вас. Я пришла только что сейчас в больнице, была на УЗИ. В общем, сейчас себя буду вознаграждать вот таким стаканчиком кофе. Да, все хорошо, слава богу. Я об этом подробнее расскажу уже в видео на тему беременности. Вот. Кстати, на губах у меня помада от Golden Rose, которую я либо показывала, либо еще покажу в видео. У меня оттеночек, по-моему, 11. Вот. И, в принципе, да, мне нравится эта помада, достаточно бюджетная, хорошая. И могу ее посоветовать. Вот. Так что пойду, ладно, пить кофе. Сегодня у нас никаких планов больше нет. Единственное, мне пришла какая-то посылка с Китая. Скорее всего, это чехол на телефон. Вот. Мне нужно будет вечером сходить за посылочкой. И больше, как бы, планов нет. Сейчас я нанесла, кстати, масло на волосы. Задела в пучок все. Вот. И через часа два надо помыть голову. Вот так мы пока гуляем. В общем, эта машина у нас управляемая, с кнопочкой. Но Кирилл ленится нажимать, и поэтому приходится на веревки. И, да, с ними я боюсь далеко уходить, чтобы он не капризничал. Поэтому гуляем тут во дворах. Мы уже по весеннему, наконец-то, оделись. Я достала свои кроссовки. Вот. Тут Катаева за веревку достаточно тяжело, кстати. Надо переделать нам веревку, что у нас отпала пара. Вот. Но Кирюхе нравится на машине. И пока мы не купили велосипед, то катаемся вот таким образом. Девчонки, всем привет. Доброе утро. Сегодня у нас четверг, вроде бы. Хотела вам рассказать по просьбе. Кто-то мне писал. В общем, я рассказывала вот про этот крем тональный от бренда Миша. Достаточно такой нашумевший на ютубе в свое время, да. Я также захотела его попробовать. Это Би-би крем. Вот. И хочу рассказать свое впечатление, потому что уже достаточно его тестирую. Но редко. Но достаточно продолжительное время. У меня в оттенке 23-й. Флакончик очень красивый. Здесь вот такой дозатор. Вот. Такой удобный дозатор. Стоит он тоже недешево. Около, я не помню, около 800 или 1000 рублей. И здесь 50 миллилитров. Я думаю, хватит его надолго. Но что я могу сказать. Он у меня сейчас на лице. Немножко румяный. Я не знаю, видно их или нет. Но, в общем, как вы видите, он сильно отличается от шеи. За счет того, что он серый. Не знаю, видно опять-таки нет на камере. Но у него очень сильный подтон. Сейчас я вам даже постараюсь немножко выдавить и показать. В целом, я не знаю, мне не очень нравятся такие тональные крема. Такие BB-крема, у которых серый подтон. Вот смотрите, как он выглядит. Вот такой серый. То есть он достаточно серый. Он даже не бежевый. Но в целом он неплохо смотрится. Сейчас я нанесла его с сияющей базой. В течение дня он держится как BB-крем, не как тональный. Соответственно, он забивается в поры носа. И у меня здесь, где морщины в уголке губ, в целом на лбу, на щеках, на подбородке он сидит хорошо. Но также я его припудривала. Не знаю, я бы не советовала его, наверное. Хотя у меня нормальная сухая кожа. И нормальная, и сухая. Периодами бывает сухая. И этот тональный крем для меня подходит. То есть если у вас нормальная или сухая кожа, то вам он тоже подойдет. Но, не знаю, за такие деньги, мне кажется, это не очень достойный продукт. И скорее подойдет для азиаток, может быть, для тех, кто разрабатывал в Корее. Вот для них, может, такие крема и подходят с таким серым подтоном. А для русских обычных девушек стандартной внешности, думаю, что не очень. Поэтому, лично мое мнение, вот сегодня сделала легкий макияж такой, так как... Кстати, этим кремом я крашусь, когда особо никуда не собираюсь там в люди, да. То есть либо гулять с ребенком, либо вообще сижу дома. Но сегодня давненькое что-то, пару дней, наверное, дня два, да, я не красилась. И решила вот сегодня накраситься. Сегодня в планах только погулять с ребенком у нас. Поэтому вот сделала, оформила брови, немножко румяной туши. Все, я больше ничего не использовала. Такой ежедневный легкий макияж у меня. Сегодня у нас выходные. Мы сейчас собираемся отвезти Кирюшу к бабушке и поехать по детским магазинам. Нужно присмотреть кое-что для Масика и купить велик Кириллу. В общем, если мы найдем, потому что у нас в городе, если завозят, то моментально раскупают просто. И погода сегодня пасмурная, солнышка нет, достаточно прохладно. Поэтому, не знаю, я одела вот такую плотненькую кофточку с лосинами. Надеюсь, что не замерзну. Вот. И сегодня в какой-то веке выпрямила волосы утюжком. Так что всем удачного дня желаю. Я очень люблю выходные, потому что мы хоть куда-то выходим из дома. Поэтому жду этих дней всегда с нетерпением. Мы пошли гулять. У нас уже ближе к вечеру. В общем, да, мы купили велик, наконец-то. Желто-красный. В общем, он был вообще в последний. Но мне очень нравится эта рассветка. Мой любимый красный. Кирилл в желтой куртке вообще сливается с великом. Вот, конечно, он еще не понимает, что это велик. И вообще он не очень-то хотел на него садиться. Сначала заплакал. Вот. Привык кататься на машине. Машина ему нравится больше. Но мне так удобней, конечно, удобней. Вот. Пойдем сейчас прогуляться. Сейчас у нас солнышко выглянуло только под вечер. И сегодня мы, в принципе, выполнили планку нашу. Наши все планы. То, что хотели, все, в принципе, купили. Вот. И еще нам нужно будет завтра кое-куда съездить. И вроде бы все. Все дела мы сделали. Сейчас приготовить ужин. Только я вот перед выходом сделала. Приготовила ужин. И можно спокойно уже прогуляться. Потом пойдем домой. У нас сегодня, кстати, так достаточно ветрено. Потому что с утра было пасмурно. Вот. Идем на набережную. Это речь-вокзал наш. На набережную снежок уже почти весь растаял. Вот осталось совсем немножко. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров Н.Александрова